Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, где-то буду останавливаться, что-то комментировать, чтобы к концу письма это все не забыть, свои комментарии какие-то. Если вам нравится такой формат видео, ставьте обязательно лайк, пишите комментарии хотя бы просто в поддержку канала, мне будет очень приятно и полезно. Давайте приступим. Итак, зачитываю письмо. У меня вопрос не совсем стандартный для вашего канала, не совсем про отношения, но обо всем по порядку. 14 лет назад я первый раз вышла замуж и неудачно. Муж меня постоянно оскорблял, поднимала руку, я даже оказывалась в больнице. Конечно, начались такие отношения у нас не сразу. Сначала он оскорбил, потом извинился, потом второй раз и уже не извинился. В общем, шло по нарастающей. Прощупывал почву. И в таких отношениях я пробыла целых 3 года и у нас родился сын. Я плакала почти каждый день, замазывала синяки, мог ударить с размаха по лицу и даже когда я держала на руках новорожденного ребенка. После развода примерно через год у меня появились новые отношения. Мы вместе с этим человеком уже 10 лет. Вместе со вторым мужем воспитываем моего сына и нашего общего маленького. С родным отцом старший сын никогда не жил, а тот финансово в его жизни и не участвовал. Только иногда в соцсетях присылал мне угрозы и оскорбления. Я иногда отвечала, а иногда просто игнорировала. На элементы я не подавала. Он говорил, что если подам, заберет ребенка, я его не увижу. А я тогда решила, что не трогай говно, вонять не будет. Но вот прошло много времени. Когда сыну исполнилось 10 лет, отец стал проявлять желание и брать его в гости. Живет он с мамой. Семью за все это время он не завел. И вот приезжает от них ребенок домой и рассказывает, что папа с бабушкой про нас плохо говорят. Эта бабушка вообще моему сыну говорит, что я плохая мать, а вот отец у него хороший. К слову, она ребенка тоже все это время видела один-два раза в год и к воспитанию, как ее сын, отношений не имеет. Мне надоело. Сыну я рассказала, как мы жили, из-за чего развелись и подала на алименты. После этого все, конечно, ухудшилось. Алименты на ребенка муж так и не начал платить и уже два года отмазывается как может. То есть получается, что ребенку уже 12 лет. Правильно? Я хочу отметить, что с 11 лет установление места жительства ребенка он сам решает, с кем он живет. Я думаю, что вам это нужно сделать. Далее, для подтверждения, что он с вами живет и так далее. Его мать переписала на него опекунство за дедушкой, чтобы помочь откосить от алиментов. При этом они еще активнее стали говорить моему ребенку, какая я плохая мать и что порчу им жизнь. Таким образом, ребенок оказался между двух огней. Сейчас у нас идут уголовные суды из-за злостной неуплаты алиментов. Они налили платного адвоката, хотя денег на лекарства или одежду для ребенка в их семье до сих пор нет. Бывший муж сказал, что испортит мне жизнь. Я вот не пойму, за что? За то, что на алименты подала? Так это обязательно, это обязательность отца по закону. Недавно к нам домой приходили органы опеки. Бывший муж написал им жалобу. Якобы ребенок со мной плохо содержится, не получает медицинскую помощь и образование. А семья у нас якобы неблагополучная. Конечно, это неправда. Сын хорошо учится, когда болеет, я вожу его в платную клинику. Летаем отдыхать за границу, игрушек полный дом. Но, конечно, в такой визит был, мягко говоря, неприятным для меня. Ребенку его отец и бабушка продолжают говорить о нас плохо и поливать нас грязью. Мне от него поступают угрозы, что приедет лично и мне будет хуже. Написал, что надо было бы меня еще убить, если сейчас бы отсидел уже и вышел. А так от меня сейчас проблемы. Часто бывший муж просто морально давит на ребенка. То звонил ему среди ночи пьяный и говорил, что его призывают, сами понимаете, на какие-то действия. Его там убьют и сын его больше никогда не увидит. Ну, типа на войну, я думаю, да? До этого звонил сыну и говорил, что смертельно болен. Если тот к нему не приедет, то опять же больше его не увидит. После каждого такого разговора у ребенка истерика на час. Мы успокаиваем. Была еще ситуация. У них вся семья болела ветрянкой. Бывший муж пытался в разгар болезни забрать к себе сына. Когда я сказала, что как только вылечишься, тогда он приедет. В ответ я услышала, что вообще никто ему не указ, если он решил забрать к себе сына, то приедет и заберет. Я надеюсь, что смогла описать ситуацию, которая у нас сейчас творится. Уважаемая Галина, подскажите, как правильно с психологической точки зрения мне, как матери, себя вести? Я думаю подать на лишение родительских прав, совершенно верно, чтобы эта семейка осталась позади, как страшный сон. Но хорошо ли это будет для ребенка? Как-никак, это его родной отец и бабушка. Как вообще вести себя с такими людьми? Буду очень благодарна, если же вы смотрите мою ситуацию у себя на канале и дадите совет. Смотрите, здесь, к сожалению, не только психологический вопрос, но и юридический. Во-первых, вы должны максимально себя оградить, будем про психологическое, да? Вам будет спокойно, у вас сейчас страхи и тревожность за то, что ребенка могут забрать, как-то угрожать и так далее. То есть за целостность вашей, назовем так, семьи. Первое, вы должны себя обезопасить, гарантии себе юридические сделать, быть более уверены, понизить свою тревожность. То есть вот с 11 лет подаем на раздел лишения родительских прав. Второе, это ребенок, установление места жительства ребенка с 11 лет, он сам решает, где он с кем живет. Сделайте это тоже юридически, чтобы отец, если его сворует, еще, допустим, увезет, сворует, там, закроет где-то, чтобы вас не шантажировал. И даже если он еще в родительских своих правах, но вы по закону можете прийти в любое место найти ребенка и забрать его себе. У него уже вот этого, потому что у ребенка установлено место проживания, место его нахождения. И судиться за него, вот ребенок сам принимает решение, просто юридически, реально заверяется и все. И если у вас ребенка, назовем так, вы боитесь, своруют, украдут или еще что-то, обманут, каким-то образом заберут, вы вправе прийти с приставами, там, с адвокатом и забрать ребенка даже у родного отца, потому что у него установлено место жительства с вами. Обязательно этим моментом, то есть если вы в процессе юридическом, вы должны это все знать, надеюсь, это все уже у вас установлено. Это очень важный момент, да. То есть себя юридически подкрепляем, свою умеренность. Второе, не надо опускаться, ну, как бы это, может, обиды, конечно, ваши, не надо опускаться до оскорблений папы, какой он плохой и так далее. Ребенок не дурак, ему уже 10 лет, а то и больше, он сам все прекрасно видит и понимает, ему неприятно, что плохо говорят его маме. В общем, настраивать против отца не надо, и против бабушки это ваши с ними обиды и конфликты. Мальчик не дурак, сам все видит и сделает выводы, может только о них, например, молчать и не говорить, вас не оповещать, но тем не менее. Как с ним общаться? Во-первых, готовим мальчика обязательно, у вас должно быть между собой доверие, все ваши вопросы и страхи вы должны проговаривать с вашим ребенком. Например, вы можете сказать, мне очень, я тебя люблю, мы должны с тобой быть вместе, мне хочется, чтобы мы были вместе, например, говорить о своих страхах, я боюсь, что там тебе, не знаю, там папа запутрит голову и скажет там, что мама плохая, в общем, не бойтесь как-то мягко не навешивать на ребенка ответственность и запугивать его, а доверительно, по-взрослому, на равных общаться с ним и проговаривать ему свои опасения и страхи, чтобы ребенок знал и понимал, какие для вас ценности важны, чего вы боитесь, чтобы, например, если такая возникнет ситуация, чтобы он четко знал, что не мама плохая, я пойду за папой, а я знаю, что если я за папой пойду, хоть я его люблю, это мой папа, маме от этого тоже будет больно, там плохо и так далее, чтобы у него вот в этот момент, если не дай бог такое произойти, вот это щелкнуло, а оно щелкнет, если он об этом знать будет, что вы ему должны донести, но не, первое, не запугиваем, а делимся и по-взрослому рассказываем свои страхи, обнажаем вот это и показываем, назовем так, свою слабость своему ребенку, он должен это знать и видеть, что вы не каменная мама и так далее, что у вас тоже есть чувства, эмоции и тому подобное. И низ разряда, вот смотри, как у нас дома хорошо, сколько игрушек мы возим тебя, вот у тебя все любят, а у папы смотри, как все плохо, там он не работает, пьет, вот эта вся история. Второе, записывайте разговоры, звонки, угрозы, собирайте подноготный вот этот весь материальчик, чтобы решать его право, я думаю, вы это уже делаете, вот эти звонки, пьяное его состояние, угроза жизни и тому подобное обязательно. У вас вообще больше вопрос, да, почему это происходит, вроде бы расстались, а он дальше это продолжает. На самом деле вы жертва, махровые абсолютно были махровой жертвой, и поэтому, скажем так, позволяли три года мучиться жить в таких абьюзивных отношениях. У вашего мужчины не все в порядке, бывшего мужа вашего, не все в порядке, в принципе, с головой, с его состоянием, это все, вот живет с мамой, не работает, выпивает, ну, в общем, что вы от него хотите, да. И все это не потому, что он сейчас минут на это имеет, к этому привели его проблемы ментальные, его некие особенности. Ну, у нас тут ничего, информация для какого-то диагноза еще чего-то нет, предположения не будем просто так выстраивать, но вы, в общем, понимаете, да, неадекватный человек будет тоже бить женщину, оплевухи и все прочее, некие садистические, как минимум, наклонности у него есть. И вот он решил, что вы та же самая слабая жертва, на самом деле это сведение ищет с вами только через вашего ребенка. Хочет поставить точку, довести до конца, вас сломать, подчинить вас. Он это все и делает, по сути, через ребенка, чтобы вы унижались, приползали там на коленях и что-то так, как-то так ставили ситуацию, чтобы вы были опять в униженной позиции жертвой, которую раньше он бил, но теперь хотя бы ребенком может воздействовать. Поэтому ваша сильная сторона, ваша оборона, это хорошее отношение доверительное с ребенком, ваш муж сейчас, которым вы живете, и, скажем так, он вас защищает и поддерживает морально. Третье. Подавайте как можно быстрее на лишение родительских прав, и никто ничем не должен, вы не должны давать ребенка, не обязаны, это же его папа, что за бред? Вас вот в этот момент играет вот эта жертва. Он на вас давит и сводит счеты, как раньше игру, потому что вы на нее реагируете до сих пор. Вы где-то в глубине своей души остались жертвой, на которую можно давить, манипулировать и над которой можно издеваться. Ваши отношения с бывшим супругом закончились, поэтому мальчик общается с папой, если мальчик этого хочет. С папой вообще вы никак не контактируете, ну просто вообще никак, ни на звонки, ни на что вообще не вступаете в разговоры, в контакты, только через юриста, только через какие-либо суды. Вы имеете на это полное право. Не выходите на личные вообще разговоры, созвоны, донесения какой-то информации. Здесь сама суть вас унизить, растоптать и манипулировать вами, чтобы вы приползали на коленях и над вами издеваться, как раньше. Просто раньше это было физическое насилие, теперь оно невозможно, теперь это моральное насилие. То есть это в любом случае сведение счетов. Если ваш вопрос, почему ко мне так, почему вот так, ваш муж скорее всего садист, там с целым букетом каких-то, назовем так, отклонений определенных от стандартной здоровой психики, да, с нездоровой психикой, с букетиком в целом, ему это нужно. Если не вы, то будет какая-то другая женщина. Почему он за 10 лет не нашел другую женщину, брак там и так далее, но настолько он ужасный, что даже никто на него не клюнул, и он все еще в реманшизме находится с введением счета к вам, он все еще в вас чувствует вот этот потенциал жертвы. То есть он еще и ленивый, капец, и несостоятельный настолько, что он даже не смог за 10 лет обработать новую жертву и затащить ее в какой-то абьюз, закрывать свою садистическую потребность. Он решил все по-старенькому, ну и глупость, конечно же, и лень этого человека. В общем, делайте выводы. Для вас из этого вывод какой, что у вас еще до сих пор есть некая жертвенность, на которую вы ведете с этим чувством, поэтому реагируете, вот так сложилась ситуация. По поводу ребенка, как с ним общаться, да, сейчас я посмотрю вопрос, как звучал про ребенка. Подскажите, пожалуйста, как правильно в психологической точке зрения мне, как матери, вести себя. Я думаю подать. Ну вот, в принципе, я это уже и рассказала, как себя вести. Максимально приложите силы обезопасить себя юридически и максимально приложите силы на общение с ребенком, на выстраивание еще лучшего сильного контакта. Он уже в подростковый период входит. Ему где-то сейчас 11-12 лет примерно. Соответственно, первые вот эти шажки. Он хочет, чтобы с ним общались со взрослым, чтобы ему объясняли, что происходит. А, потом вырастешь, поймешь. Или я тебе не буду рассказывать про твою папу, да ты там все знаешь. Мы разговариваем с ним на равных абсолютно просто, на том языке, и такими формулировками, которые подходят под его возраст. Даже с маленькими детьми, вот у кого разводы, например, какие-то дележки детей там в 3-5 лет детям, до школьного возраста, когда совсем маленькие, да, с ними тоже можно разговаривать, объяснять, на равных посвящать, но на языке его возраста. То есть информацию даем, какая есть, не врем, не преувеличиваем, не приукрашиваем, или, наоборот, не сглаживаем, не компенсируем, но на языке, которым общается сейчас вот уровень словесности у ребенка, который есть, он вас поймет. Ему очень будет в любом возрасте приятно, что вы зашли за взрослого, что он вникает в то, что происходит, и тоже, ну, как бы выбирайте формулировки правильные, да, ребенка не травмируем. Но процессы, что, зачем и как, ну, нужно объяснять. Потому что, если ребенок не в курсе, не понимает чего-то, не знает утаенное что-то, или думает, а он вырастет, он сейчас ничего не понимает, вырастет, поймет, это вам минус, вам, ваш страх того, что ребенок где-то у вас недопонял, упадет у папы спрашивать. И папа преподнесет так информацию, как он это видит. В общем, как вести себя, как матери, выстраивать, улучшать отношения, доверие в отношениях со своим сыном. Что еще? Если у него хорошее отношение с вашим новым супругом, вы вместе его растите, он, может, папой, ну, не прям папой считает, ну, прям нормальные мужские такие, доверие и все прочее. Братику младшему, там у вас нет проблем с любовью, с делением любви, как мальчик не считает, что там кого-то любят больше, что-то с этим в плане равенства, все комфортно в семье чувствуют, пусть тогда и ваш супруг, скажем так, своим примером хорошего общения, воспитания и с младшим тоже дает ему ощущение нормы, как должно быть, как по-нормальному, когда тебя любят, когда не используют, да? То есть окутайте мальчика больше любовью, заботой внутри семьи и доверием. Главное это доверие. И вообще в принципе, что у меня в голову так это пришло, но я хочу напомнить, когда у вас, неважно от какого мужа, от одного все дети, или от разных мужей, это вообще не принципиально, в семье не должно быть любимчиков среди детей, детей мы не сравниваем, никого-то любим, кого-то меньше, никого не завышаем, не принижаем, всем любовь дается в равных долях, одинаково. Если у нас здесь ребенок чувствует, что он где-то не нужен, что им где-то не интересуется, и он вообще не в фаворитах, а у вас вообще в принципе есть любимчики и не любимчики в семье, то надо за мамину любовь бороться, там подводный камень может быть, который вам не поможет, и отправит мальчика в плохую компанию, к плохому папе, и так далее, то есть вот я про этот уровень доверия и любви, вот над этим работаете, а атаки, назовем так, супруга, это такой внешний воздействием, фактор, который вам пытается испортить вашу жизнь, но ничего не получится, если у вас в семье, в семье с ребенком, хороший контакт, хорошее общение, обратитесь к себе, почему вы жертва, почему до сих пор на вас нападают, здесь есть какой-то, в общем, обратите, пожалуйста, на это внимание, это очень важно, вы где-то там вот слабинку какую-то даете, даете право человеку подумать, что еще можете быть жертвой, то есть вот вы же разрешили встречаться, вот вся история началась, но это же не просто так, на другом, другая бы женщина на вашем месте, а там выпивает алкоголик, и 10 лет не появлялся, простите, просто бы отматюкал, сказал, где-то туда-то, будешь за ребенка судиться, давай попробуй судить, в общем, условно, если бы вы были где-то жестче, в самом начале, позволяя им там общаться, вот это вот все, вы включили вот эту песню, но он же папа, а там же бабушка, и так далее, вот это все, короче говоря, надо над этим работать, и разбираться, во-первых, тем, что почему вы жертва, это продолжается у вас немножко, еще в такой форме легкой, но уже молодец, вы лучше, чем были раньше, когда вы позволяли себя бить, я думаю, что у вас было физическое насилие в семье вашей родительской, в вашем детстве, поэтому роль жертв для вас приемлема, адекватная, и поэтому вы еще категориями нужен же папа, понимаете, когда человек со здоровой, нетравмированной психикой, например, я, я бы сказала, папа нужен, не тот, который бьет маму, посылает, материт, там издевается, такой папа не нужен, нужен папа, который любит, участвует, заботится о ребенке, 10 лет тебя не было, ты медиабил, то здрасте, приехали, мы хотим общаться, то есть, такие мысли, а у жертвы мысли другие, он же папа, то есть эти эмоциональные некие моменты, в общем, это долго разбирать, вам тогда на психологическую консультацию, психологу лучше сходить, в себе разобраться, почему я жертва, потому что вот сейчас вы отразите нападки своего бывшего супруга, у вас будет куча много в жизни ситуаций, когда вы опять будете где-то жертвенная, и с мужчинами, и с людьми, и по профессии, с кем-то в работе, в быту с друзьями, с родителями и так далее, то есть это вообще базовая такая огромная проблема, которую надо решать, вы просто как магнитик к этой проблеме похожие, объязивные моменты к себе притягиваете, поэтому надо исхоренять в самом внутри, искать причины и прорабатывать. Вот что я могу сказать, комментарий свой дать по этой истории. Спасибо за ваше доверие, что вы интересуетесь моим мнением на какие-то свои болезненные, особенные, острые жизненные ситуации, мне рада, что вы видите меня компетентной в этом, мне это очень приятно. Я в инфобоксе под видео оставляю свою почту, если вам нужна моя консультация как психолога, пишите туда, и мы с вами встретимся в скайпе, если вы хотите опубликовать вашу историю, то пишите на почту, и тема письма просто история, я ее зачитаю и будем разбирать публично для всех в эфире. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите обязательно комментарии под видео. Спасибо, всем пока!